ПЕСНЯ Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты наше спасение, Ты наша неизреченная радость. Твоя божественная любовь напоила сердца миллионов и миллиардов людей. Твое благодатное учение просветило и осолило весь мир. Своими крестными страданиями Ты основал на земле религию любви и свободы, религию добра и божественного света. Ты возжелал, чтобы в церковь, основанную на Твоей жертвенной крови, вошли все народы земли, без различия их цвета кожи и национальной принадлежности. Ибо все они дети одного небесного Отца. Рассеянные после разрушения Вавилонской башни, народы теперь должны были собраться в единый богочеловеческий союз любви и добра. Ради них Ты пришел спасать землю, о их единстве Ты молился Своему Отцу. За них Ты отдал всего Себя на голговские страдания. Чтобы собрать всех детей Божиих в единую церковь, Ты просил Своего небесного Отца послать на землю Святого Духа, Духа Утешителя, Духа Жизни, Духа Истины, который и сошел на апостолов в день Пятидесятницы. Уходя от нас на небо, Ты послал во все концы вселенной Своих апостолов просвещать и осолять все народы светом евангельского учения, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вдохновленные Духом Святым апостолы смело понесли в темное царство мира сего свет и соль Твоего учения. И хотя силы ада обрушили на Твоих последователей всю адскую злобу, но теперь никто и ничто не мог запугать, удержать или разлучить апостолов от Твоей любви. Ни тюрмы, ни цирки, ни костры, ни насмешки и издевательства, ни даже самая смерть не могли остановить Твоих избранников от великой миссии. И святое дело апостолов не пропало даром. Их мученическая кровь стала семенем христианства. Их великие подвиги стали примером подражания для многих Твоих последователей. Церковь Твоя, Господи, хранимая Духом Святым, из века в век все больше и больше распространялась на земле, так что из маленькой общины в несколько десятков человек она превратилась во Вселенский Союз Духа, объединяющий миллионные людей, всех языков и различного цвета кожи. Уже свет Твоего учения коснулся греков, римлян, египтян, сирийцев, затем начал проникать в отдаленные варварские страны. Все выше и выше Твое солнце любви поднималось на Вселенский небосвод, и все большее пространство земли оно освещало. А когда благодатные лучи Твоего учения упали на русские земли, освящая и обогревая ее божественной любовью, в Твою святую церковь вошло еще одно словесное стадо овец. Полюбила русская душа всем своим существом Твой божественный образ и уже не может отвести от Тебя своего любящего взора. А мы в себя в крещальной купели Днепра, от языческой скверны поганая Русь стала святой Русью. Она, Твоя невеста, избранница Божией Матери, украсила себя многочисленными монастырями и храмами. Ее земля родила Тебе великих угодников, преподобных и праведников. И зазвонили ее колокола по всему лицу земли, призывая сыновей российских к прославлению Триединного Бога Отца и Сына и Святаго Духа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Кирилл и Мефодий, перед тобой, языческая Русь, открылись новые пути к принятию истины Христовой. Равноапостольные братья совершили великий подвиг, они создали для славянских народов азбуку и перевели на их родной язык Святое Евангелие. Славянская письменность таким образом явилась тем могучим средством, которое способствовало скорейшему твоему, Россия, пробуждению и обращению из язычества в христианство. Восхвалим же, братья-славяне, равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, которые своими миссионерскими трудами всю российскую землю просветившие и всех нас ко Христу приведшие. Славянская письменность Славянская письменность Славянская письменность Великое и славное дело совершили равноапостольные братья Кирилл и Мефодий, но они дали нам только средства для распространения и познания истины Христовой. А разбудить спящую Русь от языческого сна и привести ее ко Христу надлежало другому избраннику Божию. В то время как болгары, сербы, славяне Паномии и Моравии уже познали истину Христову, Русь еще только просыпалась от глубокого духовного сна. Но вот и на ее темном небосводе вспыхнула и засияла духовным светом утренняя звезда равноапостольной княгине Ольге. Восприняв Христову веру всем своим существом, святая Ольга возжелала и Русь языческую просветить светом Христовым. Но трудно было княгине Ольге разогнать плотную тьму идолопоклонства, сгустившуюся над Россией. Для этого надо было взойти над русской землей самому красному солнышку, которое вскоре и явилось в лице внука Ольги, равнопостольного князя Владимира. Получив от бабки Ольги первые начатки Христовой веры, Владимир, однако, вскоре заглушил их разгулом своей юности. Будучи молодым князем в языческом Новгороде, Владимир укреплял язычество и безудержно предавался различным страстям. То же самое он продолжал делать и в Киеве, когда стал великим князем. Но Господь уже стучал в его сердце и звал его к себе. И вот совершилось чудо. Господь открыл духовные очи князю Владимиру, и он осознал всю тщетность языческих богов и своей беспутной жизни. Всей душой полюбил Владимир Христа и его учения и стал ревностным его последователем. В 987 году великий князь делает выбор, принимает крещение от Византийской Церкви и становится христианином. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Здесь, в Днепровской купели, в 988 году, Русь очистилась от греховной языческой скверны, облачилась в белые крещальные одежды и стала невестой Христовой. Оба и... Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Хотя крещение Руси длилось многие годы, но год 988 можно считать годом крещения Руси. Господи наш Господи, как благодарна Русь тебе за великую твою милость, что вызвал ее из тьмы язычества, просветил ее светом, просветил ее светом божественного учения, указал ей евангельские пути совершенствования и ввел ее, как невесту в свою святую церковь. Мы не знаем, какими историческими путями пошла бы языческая Русь, если бы не обратил ты, Господи, ее из духовного мрака в божественному свету. Возможно, русский народ остался бы долгое время коснеть в язычестве, а затем погиб бы в своем духовном заблуждении, так и не сумев объединиться в одно великое государство. Или же, подчинившись татаро-монгольским племенам, Русь переменила бы свое язычество на магометанство и слилась бы с народами Азии. Боже, тебе одному ведомы пути и судьбы народов, и мы благодарны тебе, что не оставил ты Русь в духовном заблуждении, но даровал ей истинное знание. Ибо что может быть дороже знания тебя, единого истинного Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Благодатная вера Христова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Благодатная вера Христова Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok С распространением Христовой веры быстро шло и строительство храмов. Равноапостольный великий князь повелел повсюду рубить деревянные церкви и ставить их на тех местах, где прежде стояли языческие капища. И вот, подобно горящим свечам, затеплились своими молитвами многочисленные церкви. Православные храмы по всей Руси Великой. С помощью греческих мастеров святой Владимир построил в Киеве грандиозный по своим размерам и великолепию каменный храм в честь Успения Божией Матери, который монументально олицетворял собой победу христианства над язычеством в Киевской Руси. ПЕСНЯ 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 Радуйся, Владимир, земли воскресе, просветителю. После святого Владимира дело крещения и просвещения Руси продолжил его сын Ярослав Мудрый. При нем переводились и переписывались книги, создавались библиотеки, открывались школы, строились великолепные каменные соборы, такие как Киевская и Новгородская София. Ярослав Мудрый много заботился об укреплении на Руси христовой веры. Перед смертью он написал своим потомкам завещание, в котором просил их иметь страх Божий, ходить путями евангельского учения, во всем подражать Христу и хранить веру православную, как свою жизнь и даже больше жизни. Славный дом Европа ПЕСНЯ 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 Отвергнув язычество, русский народ глубоко воспринял веру Христову и всей душой стремился исполнить в своей жизни евангельские заветы любви и добра. Об этом свидетельствует появление на Руси множество монастырей, куда стремилась верующая русская душа для молитвы и подвигов. За стенами монастыря, вдали от мирской суеты, душа инока, очищенная от страстей, возносилась к созерцанию Бога. Не каждый мог уйти в монастырь, но всякий знал, что есть очаги праведной и святой жизни. С далеких окраин России стекались в монастыри благочестивые паломники, чтобы поклониться святыне и напитать свою душу духовной пищей. И народ русский не ошибался в своей вере. Монастыри для русской земли явились духовными рассадниками просвещения, веры и благочестия. Они были на Руси духовными светильниками, просвещающими ее народ светом Христово учения. Из монастырей пришли на Русь святость и благочестие. Только один Киево-Печерский монастырь уже в первом столетии после крещения Руси явил целый сон святых подвижников во главе с основателями русского монашества Антонием и Феодосием. А сколько их было по всей Руси великой! ПЕСНЯ 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 Трудно оценить то огромное влияние, которое оказало христианство на историю России. С принятием Христовой веры изменился внешний и внутренний облик русской земли. Как драгоценными жемчужинами украсилась Русь многочисленными храмами, часовнями, монастырями, в которых непрестанно совершались службы и моления единному истинному Богу. Церковный колокольный звон разливался по ее бескрайним просторам, призывая сыновей и дочерей российских к новой жизни, жизни во Христе. Русская православная церковь явилась могучей религиозно-нравственной силой, оказавшей огромное влияние на духовную жизнь русского народа. Церковь была душой и совестью народной. Под влиянием благодатного Христового учения менялся постепенно характер русского человека. Из грубого и дерзкого язычника славянин превращался в кроткого и любвеобильного христианина. Духом евангельским проникала жизнь семейная и общественная. Воззрения складывались под влиянием церковных правил, а законы государственные согласовывались с церковными канонами. Общее направление жизни русского народа было искание правды Божией. Русская земля стала именоваться Святой Русью, а русский народ приобрел имя народа-богоносца. В период удельного раздробления русской земли православная церковь помогала объединению Руси в одно могучее государство. Для русского народа государственное единство освящалось религиозной идеей единой неделимой Святой Руси. Так под сенью и попечительством Матери Церкви рождалось русское государство и народ, облаченный в одежду Христову. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Ненасилием или рабством была христианская вера для русской души. Но истинной свободой и счастьем во Христе. Не опиумом, опьяняющим умы, а здоровой духовной пищей. О том, как любовно пламенела русская душа к своему Спасителю и Господу и Иисусу Христу, свидетельствует бесчисленное паломничество русских людей в святую землю Палестину. Рожденные во Христе и полюбившие Его всей своей душой, сыны русские возжелали посетить те евангельские благодатные места, где ступали ноги нашего Спасителя, где пролилась Его причистая кровь за спасение всего человеческого рода. Из Вифлеема воссиял на русскую землю свет Христово учения, от Голгофы пришло к нам спасение, из гроба Господня наше преображение и вечная жизнь. Вот почему еще с древних времен началось паломничество русских богомольцев к святым истокам христианской веры. Нелегок был их путь к святой земле в те древние времена. Дальняя дорога была сопряжена с большими опасностями. Паломники терпели и холод, и голод. Некоторые из них умирали на пути, так и не достигнув желанной цели. А те, кого Господь сподобил увидеть святую землю, переполнялись неизреченной духовной радостью. Завидев Иерусалим, центр святынь палестинских, паломники наши, как передают очевидцы, редко бывают в силах овладеть собой и своими чувствами. Потрясенные до глубины души, обнажив головы, сняв обувь со своих ног, они повергаются ниц с пламенной к Богу молитвой, целуют и орошают слезами драгоценную землю, с какой-то страстностью простирает руки к святому граду, восклицая бурно радостное приветствие «И Иерусалим! И Иерусалим!» Все забыто, и трудности дальнего пути, и лишения, и горе. Одна у них мысль – они в граде великого царя. А как благоговейно, и с какими слезами покаяния припадают русские богомольцы к духовным сокровищам святой земли. Здесь, у гроба Господня, они возносят свои пламенные молитвы не только о спасении своей души, но и о всей многострадальной земли русской. И вот, напитав свои души благодатью из евангельских источников святой земли и духовно обновив свои сердца, они с миром возвращаются на свою родину, разнося по всем градам и весям святой Руси, дивные рассказы о своих путешествиях. Воскресенье Христово Божьем же поклонимся к святому Господу Иисусу, к единому безгрешному. Христово Божьем же поклоняемся везде и святое воскресенье Твое Субтитры создавал DimaTorzok 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 Во все страны мира русское имя проникало путем государственным и политическим. В святую же землю проложил дорогу по собственному почину верующий народ, проложил как в такую страну, которая близка его духу. Но святая земля – неконечная цель для русской верующей души. Через святую землю святая Русь устремлена в горние обители, в духовный Иерусалим, где желает соединиться с Господом нашим и Иисусом Христом на вечные времена.